есть такие так называемые деды это старослужащие в столовую они заходят первые то есть черепа слоны должны их пропускать вот выходить они могут когда сами захотят когда поедят но при всем при этом что черепа и слоны уже должны стоять в строю деды никого не должны ждать на ранг можно сказать ниже это черепа это те кто находится в состоянии то есть в положении он выше стоит уже слона вот но он все-таки еще подчинен деду вот и есть сами слоны это как раньше их называли духи запрещали слонам есть есть что-либо в чипке кроме халвы только халва и все наказание тоже разные насколько хватит фантазии на самом деле у дедов вот обычно это сводилось к примитивному к примитивной угрозе расправы там что тебя и забьют на полигоне или в туалете вот еще поднимали после отбоя поднимали могли поднять всю роту всех всех слонов черепов поставить на кости поставить на кости это поставить в упор лежа вот и стояли часами но там все это рассчитано не не для того чтобы у тебя повышалась физическая форма для того чтобы тебя просто а матом можно ругаться победить дедовщину я слышал о случаях в более мелких подразделениях я был в роте а к примеру в отдельных взводах побеждали дедовщину если все все скажем так слоны или черепа я выступали против этой дедовщины и тогда да уже с ними ничего не сделаешь но когда ты один против дедовщины против всего коллектива против 60 человек не попрешь не всем не всем дано в этой жизни иметь власть какую-то вот но а там ты просто получаешь эту власть потому что ты на полгода раньше призвался все приходят с мыслью о том что вот дедовщина я как когда я буду дедом я не буду трогать малых вот все будет нормально я попытаюсь избавиться от этого но когда приходит скажем так наступ пробивает час когда приходит твое время то все почему-то забывают о том что говорили полгода назад и тоже начинают практиковать дедовщину